Что касается основных проблем, ну я считаю, у нас есть одна главная проблема, которая может помешать положительному результату на выборах для нашей партии в Сербходском районе. На всех предыдущих выборах во все уровни власти Единая Россия в Сербходском районе побеждала с хорошими результатами. Так, на выборах губернатора 74% было отдано голосов за действующего губернатора. На выборах Совета депутатов района 100% Единая Россия, 4 поселения 100% Единая Россия, оставшиеся 3, 80%. Но тем не менее, вот уже 3 года правительство области, ссылаясь на высшую политическую волю, не выделяет районам финансовые средства ни по одной областной программе. Приятно было слушать их в Иткаре на главу, у которого так много построено. В Сербходском районе ничего. Так, например, была областная программа по строительству детских садов. Район потратил деньги, сделали проект, прошли экспертизу, отказ министерства. Дальше программа по строительству фоков, подготовили документацию, отказ. Детская школа искусств, министр культуры приютно обещал, подали пакет документов, немотивированный отказ. Финансирование по программам ЖКХ, это отдельная тема. Старая колхозная котельная на печном топливе, коммуникации, которым по 100 лет, но ни по одной программе не финансируется. Затем, как вы знаете, в Россименовском построили поселок для многодетных семей, интернат для проблемных детей, проект всероссийского значения. В результате сняли финансирование с Россименовской школы, как малокомплект. И совсем свежая программа 2016 года, программа по капитальному ремонту стадиона. Нашли немалое софинансирование, подготовили проект, отдали документацию. Тем не менее, уже сейчас Минспорта сказали, вы что, отказ. Так, в Сербховском районе, с развивающейся промышленностью, забирается до 80% налогов и ничего не возвращается. Жители это видят и на это очень негативно реагируют. Если есть недопонимание между руководством области и руководством района, это не должно отражаться на жителях. И поэтому мы считаем, что эта проблема существует, мы не должны ее замалчивать и нужно ее решать. Или открыто сказать населению, почему так происходит.